Всем привет, друзья! Рядом со мной гитарист Кристина Робака, это Роман Бондаренко, который расскажет нам секреты своего гитарного звука. Никаких секретов, в принципе, нет. Все очень просто. Голова, руки, гитара, шнур, процессор, комбик. И рок-н-ролл. И рок-н-ролл, да. Ну расскажи, что за гитара ты используешь? Гитара Sur, американская, мастера Джон Сур, стандарт, серия стандарт, вот, Дог Олдридж датчики стоят, она немного у меня. Они стояли изначально? Они изначально, да, стояли эти датчики, вот, здесь красное дерево, вагон, они разные бывают, там, у них модификации, конфигурации. В принципе, я конкретно что-то не искал, просто получилось купить этот инструмент, вот, и уже потом я начал на нем играть. Суперлевая гитара, очень хорошее дерево, что и подкупает, и эстетическое исполнение тоже очень прикольно. Да, смотрится красиво. Да, если бы еще протереть ее, помню, когда последний раз открывал этот флакончик. Ну пора уже, просто... А перед игрой моешь руки? Да, перед игрой моем. Во время нет. Машинка классная здесь, Готов. Японцы делают, иголки тоже. Готовская, в общем, фурнитура. Вот здесь тоже, видишь? Что за струны, расскажи, на каких играешь? Долго играл на Рота Саунд, 10-46, вот, сейчас Деодарио с оплеткой, но сейчас от оплетки ничего не осталось от интенсивности игры, вот, в принципе, нормальный инструмент, вот. Самое главное, чтобы не рвались, потому что раньше две гитары возил, когда. Ну да, одна провала. Можно было сразу поменять и продолжать, а тут сейчас все, поползет, и ты как минимум пропускаешь несколько песен. А что насчет эликсиров? Не пробовал? Ну, ты знаешь, я сейчас расскажу историю про эликсир. Это как бы, как-то, может, глупо звучать, но на первом концерте с Кристиной, первый мой концерт, или второй, естественно, я волновался, и у нас был на стадионе концерт. На Эбонезии я играл. Да, большая ответственность. Ну, огромная, тем более ты еще репертуар, как бы все собираться, это все. На стадионе играли мы, и у меня порвалась струна, одна гитара была. Причем комплект новый совершенно. Эликсиров? Да, и ты знаешь, как-то, в принципе, с кем не бывает, и такие струны только не рвутся. И что-то с тех пор я так на эту ситуацию разозрился, что, в смысле, я их больше не ставил никогда. Ну, до Дарио не подводили, да? Вот до Дарио, я не помню случаев. Ну, если подводили там два года, один раз, один год, скажут, наверное, мало играешь. Ну, а радиосистема может используешь как-то когда-либо вообще на концертах? Да, 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 да. Нет? Кабель просто, да? Да, я в одном месте выхожу, вот с ней у меня там есть эпизодик небольшой на песенку, какая-то постановочная, там, они же танцоры, артисты, на свои взгляды на это все. Это бушной мониторинг тоже, да? То есть, он, в принципе, не нужен. Не, в принципе, может, он и нужен, как раз-таки в таких залах, как вчера мы работали в дворцах, то было бы здорово, потому что все летает. В ледовом, да? Да, ничего, в смысле, не слышно. Все, координации ноль, приходится идти по прибору. На ощупь, да. Давай, про перегруз, что ты используешь обычно на концерте? В принципе, вот такого размера камбари Fender Twin, ну, бывают, попадаются хайваты какие-нибудь тоже, то есть, ну, главное в хорошем состоянии, чтобы были, чтобы лампы в хорошем состоянии были. Не посажены. Да. Ты вот мне говорил, что от голов отказался, да? Да, от кабинетов отказался, потому что, ну, в принципе, как-то не сдружился с ними, по крайней мере, в этом проекте, потому что я как бы нахожусь здесь постоянно, да, и хорошо бы, если бы стоял кабинет, а я бы находился где-нибудь вон там. Ну, да, 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 согласен. А вот так стоять, во-первых, и гитара заводится, и снегам, и это, это такие поинтимнее, как бы вариант, управляются, я хотел один, выключил. Так, ну, и получается, ты все это дело как бы в процессор, точнее, в процессор во все это дело. Если эту пластмассовую можно назвать процессором, то, в принципе, да. Главное ее достоинство, то, что она легкая. Этот старенький BOSS ME30, ну, ничего военного, что там, особо надо 3-4 звука. Ну, да, ну, это вот, к слову, что вот предпочитают обычно гитаристы, вот, лампа, либо процессор, вот эта вот вечная война идет. Да, да, не, ну, он, там, цифра, да, то есть тоже кто-то цифру не любит, аналог нужен, как бы, да, не, в многом право, ну, просто тоже от проекта зависит. И в данный момент у музыкантов, которые постоянно, ну, по проектах и постоянно в переездах, то есть начинают задумываться, почему я носил какой-нибудь маленький аппарат, когда им становится уже за 50 и болит спина, вот, так что, в принципе, как бы, не то, чтобы он меня устраивает, ну, как бы, понятно, что это, ну, такой, не то, что бюджетный вариант, именно, вот, облегченный вариант, походный, вот так сказать. Ну, да, да, да. Пришел, воткнулся и играешь. Не надо долго, долго, как бы, париться. Когда аккорды играешь, там, соло сыграл, в принципе, в зале звучит так, ну, приемлемо, так скажем, конечно. Не очень жирно, но, как бы, не противно, что самое главное. Я уже убедился, глядя, как ты играешь, что главное – это руки, чтобы раскрылись правильно в место. Этот процессор прозвучит очень здорово, вот, именно в твоем исполнении. Да, в принципе, главное – голова и вкус у человека, в первую очередь, ну, и, мне кажется, потом занятия, потому что заниматься в последнее время мало удается, практически вообще не удается, так скажем, то есть занимаешься в основном, даже не сколько занимаешься, просто поддерживаешь форму на саундчеках, вот, в гостинице иногда, вот, такие вот дела, и в отпуске, когда есть какие-то выходные, дома сидишь, что-то сочиняешь. Скоро, кстати, я надеюсь, у меня, ну, с ребятами новую композицию я пишу, вот, я думаю, в интернете она появится. Расскажи, пожалуйста, еще разминку, ты тут отжимался перед концертом, и забил в себя мышцы, но это зря. Это зря, да, это первый раз я, кстати, перед концертом занимался, вот. Решил взбодрився, да? Да, я отжимаюсь, да. Не, просто, мне, короче, жгут подогнали какой-то, ну, чтобы дома зарядку делать, я решил его испробовать, иначе упражнения делать, и, в смысле, такое состояние, а рук так нельзя делать. Да, перенапряжение. А разминки, не знаю, массажи разные, просто потирать, ну, кровь разыграть, вот. Говорят, что сразу нельзя играть быстро, но меня не пытает терпеть. Расскажи еще, пожалуйста, вот такую штуку насчет музыкального образования, вот. Современному музыканту оно нужно, или вот если есть у тебя талант, то, в принципе, как бы и не надо? Ты знаешь, нет. По-любому, конечно, хорошо, когда у человека есть образование, он знает, потому что, ну, есть люди, которые, ну, по слуху, играют круче, чем те, кто закончил какие-то высшие заведения, потому что они играют душой. Ты понимаешь, когда человек играет на сцене, ты его слушаешь, ты ж не бежишь в середине соло и говоришь, братан, а у тебя есть высшее образование, понимаешь, что я делаю? Ты кайфуешь, и типа... А ты какой лад обыграл там, да? Ты какой лад обыграл? А он говорит, а я, что такое лад, понимаешь? Ну, да. А приклад... Нет, это, конечно, утрирую я все. Нет, базара нет, надо знать это все, что на что играть, самому интересно, комбинировать, ну, как бы... Ну, хотя бы для саморазвития можно, да? Да, конечно, ну, и вообще, то есть, там, аранжировки делать, там, то есть... Не просто там... Там всякими... Спасибо большое, хорошо. Просто смотришь, человек обычно попадается, знаешь, вот, долго играет, как бы, а ну, таким совком попахивает, знаю. Ну, да, вот застрял где-то там... Ну, как бы, да, нет, в том-то и дело, что ему кажется, что... Ну, как это объяснить? Нет, каждый играет так, как может, самое главное, что по душе он это делал. Ну, просто ты примерно знаешь, ты слушаешь фирменных гитаристов, да, и знаешь, где похожи на это, а где чуть-чуть нет. Вот, поэтому, то есть, от вкуса, а кто-то начинает, вот у меня много примеров знакомых, там, немного играют на гитаре, а, то есть, прогресс такой, что, то есть, что бы он ни делал, он-то делает фирменные, там, будто бэн, будто вкусная фраза, пассаж. Вот, я смотрю, у тебя такое яйцо, да, там, у тебя ключи. Да, я высижу, с каждым концертом на ключ больше. А вот это наш барабанщик, Денис Василевский, please, welcome! Через 20 минут вы убедитесь, насколько он талантлив. Вот, что здесь у меня в коробочке? А, струнокрутилка. Да, струнокрутилка, ключики, медиаторы. Пользуюсь, кстати, вот такими вот медиаторами. Данлок толстый, да, 2 миллиметра? Да, 2 миллиметра, крокодил, геддер. Насчет эндорсмента, может, с кем-то сотрудничаешь? Или планируешь, вот, с кем-то, может? Да, ну, в принципе, у них. Что достается на халяву? У меня есть Чарвелл дома, вот, мне подарили, ну, Сторг. Вот, я несколько раз выступал на семинарах, презентация инструментов. Ну, там, а сейчас мы расскажем про Чарвелл, ты взял, как бы. И мне эту гитару подарили, хороший инструмент. Совет музыкантам, как перейти к успеху. Вот, ты сидишь дома, занимаешься, но Слава не пришла. Что делать? Бросать это все? Конечно. Причем пока не поздно. И заняться вот серьезной работой. Да нет, в принципе, ну, у каждого свой путь. Согласен. Как и во всем, да, и не знаю, что, рекламировать себя, там, выступать по возможности, записывать какой-то материал. Тем более, сейчас же легче, чем несколько лет назад. А ты трек выложил, его уже во всем мире могут через секунду прослушать. Интернет. Интересно, а кто это такой, там, или видео вообще выслал. То есть, сейчас такое общение. Поэтому писать материал, вот, желательно свой какой-то. Показывать, ну, свое видение этого всего. Потому что, ну, все друг по другу косят в нашем мире, да, если брать гитарную. Но, в принципе, в итоге у каждого все равно свой почерк. Потому что невозможно и не нужно слизывать кого-то по бейку, не знаю. Мне все говорят, ты, похоже, играешь на Грага Холл. А, в принципе, я ни одну вещь от начала до конца его не снимал. Мне просто нравится его фразировка. Я играю кучу своих фраз, ну, только вот, ну, я не знаю, фразирую. На слух слышу, что это, ну, мне самому приятно, в принципе, понимаешь? То есть, если бы я это слушал со стороны, меня бы зацепило. И вот я очень долго на нем сижу до такой степени, что уже по-другому. Не получается, да. Не получается сыграть. Ты говорил, что закончил по классической гитаре, да? У меня есть знакомый. Вот он говорит, я не могу уже отойти вот от этих вот, он говорит, мне уже вбили. Все, у меня все, что не играю, все получается одинаковое. Вот у меня какие-то рамки там пределы стоят. Ну, это вот в голове. У меня в основном классики. Понимаешь, там, как сказать, у тебя свободы мало, ты просто, тебе нужно хорошо сделать то, что, ну, уже сделали давно, и уже куда-то сделал очень хорошо, просто тебе нужно это сделать хорошо. Вот. А в такой музыке импровенционной, в принципе, ты, как бы, опять же, для этого нужно знать, какие-то там... Ну, да. Аккорды, гармония, обороты, что на что сыграть. И ты уже начинаешь рассказывать свой мир, то есть, как ты это видишь. То есть, на три аккорда 10 человек сыграют по-разному, да? В разных стилях, там, например. А классические, в принципе, музыканты, ну, и они все, я имею в виду, с которыми я сталкивался. Приходилось играть. Я жду в классическом заведении, а занимался вот этой всей байдой. И, то есть, мы что-то играем, и ты говоришь, давай, теперь ты импровизируешь, да? И он говорит, а что, как импровизировать, есть ноты, например? Да, согласен. Ну, как мы... Ну, нет, потому что... Без нот не может. Ну, где мелодию мы сыграли, как бы, ну, давай, начинаю. Он говорит, а мне надо, чтобы выписано было, мне надо выучить. Ну, тогда какой смысл, если я тебе выпишу ноты, ты будешь играть мои мысли? Нет, тоже неплохо, как бы, но хотелось бы твои послушать. Вот, поэтому для этого есть другие музыканты, которые занимаются этим. Классика – это серьезная вещь такая, что я, как бы, понял, что, ну, нет, там, не место. Классике не выгодно, чтобы я был там. В общем, совет продолжать, пробовать все-таки, да? Конечно, конечно. Не стоит бросать. В любом случае, это, ну, в кайф. Если тебе самому это нравится, то это же здорово. У тебя могут какие-то в жизни быть проблемы, там, можешь отвлечься, как бы, да, и... Тем более, что-то создавать, созидать – это же здорово. В общем, друзья, в этот романтический вечер я хотел бы пожелать вам успехов, здоровья, любите свое дело. Тем более, сейчас весна на улице, вот, хорошая погода, много эмоций, можно передать это музыкально, вот так, например. Вот. После занятий можно посмотреть спокойной ночью малыши, пригласить хорошую девушку на чашку шампанского. Вот. И сделать с ней примерно вот такой вот. Счастливо, пока! Субтитры подогнал «Симон»!